Когда история фараонов Египта насчитывала уже пять тысяч лет, в Центральном Китае только начала расцветать династия Шан. Шан, как и египтяне, верили в жизнь после смерти. По древним китайским поверьям, умершие предки продолжали жить в мире духов. Оттуда они управляли погодой, урожаем и будущим мира смертных. Поэтому предков надо было все время задабривать. Шан верили, что для успокоения мертвых надо пролить кровь живых. 1250 год до н.э. Город Таньян на севере Китая. Поверженное племя Ма сдается правителю династии Шан Удину. Но просто победа Удина не устраивает. Правитель несет острый, как бритва, топор. Пленник опускает голову. Правитель династии Шан издает ужасный крик, опуская топор. Жертва ожидает смертельного удара. Сердце заходится. Взрыв! К счастью, для этой жертвы смерть оказалась быстрой. Правитель вернул долг своим предкам. В обмен на его жертву предки должны продолжить помогать правителю. Поклонение предкам было главным для династии Шан. Они приводили пленных, чтобы показать предкам, что они хорошие потомки, и что побеждают своих врагов, как и раньше. Вот для чего были нужны те жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения описаны с кровавыми подробностями на этих гадательных костях, которым уже три тысячи лет. Они использовались для ворожбы, для связи с ушедшими предками. На кости буйвола или панцире-черепахе писали вопрос к предкам. Затем кости помещали в костер, и жрец читал ответы из загробного мира по трещинам и на гору от пламени. На некоторых костях написаны только вопросы. Но есть и такие, где написаны ответы и предсказания будущего. Оракул задавал вопросы о человеческих жертвах. На костях описаны 12 способов жертвоприношений, включая обезглавливание, разрубание тела на двое, расчленение, забивание насмерть, зарубание насмерть, кровопускание, погребение, утопление, сжигание и сварение. На костях были вопросы типа «Надо ли отправить эту жертву предкам, отрубив голову?» И почти всегда ответ предков был «Да». Порой сами жертвы становились гадальными костями. После убийства, всыв черепов снимали кожу. Затем на черепе писали результаты успешного гадания и оставляли себе в качестве трофея. Один из самых ужасных способов жертвоприношения назывался «разрубание надвое». Генерал династии Шан выводил пленного воина в церемониальную яму. Сейчас он оценит верность предсказания костей. Генерал возносит молитву предкам и поднимает топор. Пленный издает ужасные крики, пока генерал разрубает его тело посередине, разбрызгивая внутренности, пока не доберется до позвоночника. Как гласит легенда, такая казнь не была быстрой. Одной жертве, пока палач разрубал ее тело, даже удалось написать проклятие императору собственной кровью. Но мог ли разрубаемый надвое человек успеть написать проклятие? Или это всего лишь легенда? Разрубание в поясе – один из самых жестоких и ужасных способов жертвоприношения. Может показаться, что такая смерть будет быстрой, но она может быть и очень медленной. И все зависит от умения палача. Перед нами модель брюшного отдела. Внутри находятся подкожный жир, мышцы и брюшные органы. Печень, селезенка, кишки. Все это в одной куче трется друг об друга, смазанное особой жидкостью. Поэтому при первом ударе, пришедшем сюда, большая часть энергии разойдется по всей брюшной полости. Сейчас я сниму халат и возьмусь за топор. Как видно, оружие очень серьезное. Очень тяжелое и острое. Практически гильотина на палке. А теперь давайте проверим, не врет ли легенда. Очень сложно. Вот и готово. Мы увидели, что жертву вполне можно разрубить пополам с помощью тяжелого топора. Но, будь все это в реальности, из брюшной полости разлеталось бы содержимое желудка, фекальной массы и запах был бы ужасным. Легенда говорит, что одной жертве удалось написать проклятие перед смертью. Возможно ли это? Думаю, да. Если помните, первый удар разрубил внутренности, но не задел позвоночник и крупные кровотки. Жертва была бы обездвижена. Вокруг было бы много крови. Но человек точно успел бы написать проклятие собственной кровью. Династия Шан жестоко правила Китаем шесть веков. Пока в 1040 году до нашей эры армия Запада не прекратила все эти зверства. Захватчик династия Чжоу продолжила гадать на костях, но изменила жертвоприношение. В обмен на благо предкам больше не предлагали человеческую кровь. Но жертвоприношения не исчезли. Как и в Древнем Египте, если умирал правитель или знатный человек, в мир предков уходили его жены, слуги и охрана. Иногда закопанными заживо в его могиле. Но и эта форма жертвоприношения была изменена с приходом в 221 году до нашей эры династии Цинь. Как и египтяне, они заменили человеческие жертвоприношения на фигурки из соломы и глины. К своей смерти в 2010 году до нашей эры император династии Цинь заказал 8 тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, а также сотни колесниц и коней, погребенных в ямах у его мавзолея. Он не первый, кто похоронил в своей могиле статуи слуг и даже охраны. Он просто сделал их больше и лучше. Зарыл не миниатюры, а полноразмерные статуи. Вместо того, чтобы показать свою власть, казнив многих, первый император династии Цинь ушел к предкам с огромной армией глиняных воинов, где каждая фигура олицетворяла жизнь, не принесенную в жертву. Жертвоприношения в Китае закончились ко II веку до нашей эры. Но в одной части мира человеческие жертвоприношения продолжались весь XX век и дальше. Субтитры создавал DimaTorzok